Нашу пресс-конференцию. Пресс-конференция сооснователей Кайковского антикоррупционного центра, подключенная к дезинтации результатов анализа исполнения закона Украины про очищение влады. И наши спикеры сегодня Дмитрий Дрова, сооснователь Кайковского антикоррупционного центра, общественный активист Игорь Черняк, сооснователь центра, депутат Кайковского городского совета. И в пути Дмитрий Булат, он скоро к нам присоединиться. Еще раз доброго, пожалуйста. Депутат областного совета. Да. Добрый день, коллеги. Сегодня мы решили сделать пресс-конференцию по итогам анализа 115 деклараций, скажем так, топ-чиновников города на соответствие их заполненных деклараций по факту владением их имущества. То есть, по-простому, это все ли они указали в своих декларациях. И таких людей у нас на сегодня 18 человек. Это в основном руководители департаментов, главы районных администраций, которые просто взяли, вот так забыли указать там, то ли квартиру на 500 квадратов, то ли какое-то имущество, либо совладение фирм. И я хочу передать слово Игорю Черняку, который начнет конкретно по этой информации, а дальше мы перейдем по сценарию. Пожалуйста, Игорь. Всем добрый день. О том вообще, как мы проводили нашу работу и для чего это нужно в двух словах. Всем известно, что на сегодняшний день у нас есть антикоррупционное законодательство, которое мы все время приводим с европейскими, скажем так, странами в соответствие. Делаем его достаточно жестким, таким достаточно суровым для чиновников. Но при этом у нас, как правило, очень мало чиновников, которые реально за что-то отвечают и несут ответственность за свои действия. У нас проходят регулярно процедуры люстрационной, антикоррупционной проверки, которые проводят непосредственно сами органы местной власти или органы местного самоуправления. Но при этом, как правило, результаты этих процедур сводятся к тому, что все в порядке, все нормально, никаких нарушений не выявлено. И вопрос в том, что на самом деле вот эти процедуры, которые проходят в том же горсовете, они предусматривают отправление запросов, допустим, в ту же налоговую, которая уже непосредственно проводит сверку информации между той, которая указана в декларациях, и то, что есть на самом деле. И поэтому формально вроде как получается, что горсовет абсолютно ни к чему, все, что нужно было сделать по закону, все сделали. Но при этом вот эти вот факты несоответствия их никто не выявляет, потому что там, допустим, тем же органам налоговой службы, или это сейчас называется фискальная служба, им почему-то это не совсем нужно, не совсем интересно. Наша задача была проанализировать все декларации топ-чиновников, которые на сегодняшний день размещены на сайте городского совета, и по каждому конкретному человеку установить, что у него есть в декларации, что у него есть в открытых реестрах, и насколько это соотносится друг с другом. Информацию мы брали из единого государственного реестра физических лиц, предпринимателей, юридических лиц, так называемые, ЕДРПО-реестра, там, где указаны учредители всех юридических лиц. То есть, соответственно, в декларации чиновник должен указывать те корпоративные права, часть доли в бизнесе, которые у него есть. Дальше мы брали информацию из открытых недавно реестров недвижимости, и также брали частично информацию из земельных реестров по земельным участкам, но там просто чуть-чуть другая система поиска, поэтому работа с этой информацией, с ней чуть-чуть тяжелее работать. К сожалению, мы не использовали информацию про собственников транспортных средств, потому что на сегодняшний день, несмотря на требования законодательства, реестры не являются открытыми, и мы не можем эту информацию сопоставить. Нам были проанализированы декларации всех руководителей департаментов Гурсовета, заместителей руководителей этих департаментов, всех начальников управлений, а также начальников районных администраций и замначальников районных администраций. Итого, как я уже говорил, 115 человек. У нами всего было выявлено 18 человек, у кого есть несоответствие тому имуществу, которое указано в декларациях, и тому имуществу, которое есть по реестрам. Опять же, вся эта информация, мы как общественные активисты, мы находим ее по реестрам и предоставляем соответствующие органы для проверки. Мы не можем однозначно брать на себя ответственность и утверждать, что вот этот вот чиновник что-то нарушил, или он специально не указал это, совершил преступление и так далее. Почему? Потому что система работы с реестрами построена таким образом, что мы можем лишь предполагать, что это имущество принадлежит какому-то конкретному человеку. Но разбираться с этим всем, это уже работа соответствующих органов фискальной службы и правоохранительных органов. Фискальная служба должна определить, есть ли реально у этого человека это имущество, и сверить эти лица, то есть установить, что это одно и то же лицо. А правоохранительные органы после этого должны разобраться, то ли человек забыл об этом имуществе и не указал его в декларации, то ли он сделал это с прямым умыслом и захотел скрыть это имущество. Соответственно, наша деятельность сводится к тому, что мы получаем эту информацию, мы ее обнародуем, после чего мы готовим запросы в три органа. Первый орган это Харьковский городской совет, который непосредственно сейчас проводит эту проверку, ну люстрационную по вот этим вот личностям. Второй орган это государственная фискальная служба, которая по закону обязана осуществлять проверку информации, которая указана в декларациях с тем, что есть на самом деле. И третий орган это департамент люстрации Министерства юстиции Украины, который непосредственно опять же занимается сопоставлением этой информации и следит за тем, как проходят люстрационные процедуры в рамках всей страны. И если мы берем, допустим, декларации, то так называемая имущественная люстрация, то есть проверка информации, которая указывается в декларациях, это одна из разновидностей люстрации вообще, которая существует у нас по закону об очищении власти. Теперь я бы в двух словах хотел рассказать о тех, скажем так, персоналиях и конкретно назвать те персонали, по которым у нас есть определенные вопросы, замечания по их декларациям, после чего, Дмитрий, возможно, по некоторым у вас возникнут вопросы, какое конкретное имущество, в принципе, вы в ваших табличках все можете это увидеть. Итак, нами были выявлены несоответствия в части информации, которая есть в реестрах и в части декларации в отношении директора департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана Харьковского городского совета Букреевой Ольги Анатольевны, директора департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Нехорошкого Романа Борисовича, Заместителя управляющего делами исполкома Харьковского городского совета Захаревича Сергея Ивановича. Заместителя главы администрации Фрунзенского района по вопросам ЖКХ Марцишенко Игоря Борисовича. Заместителя директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета Золотарева Игоря Ильича. Заместителя главы администрации Рженикидзовского района Харьковского городского совета по социальным и гуманитарным вопросам Великанова Елена Геннадьевна. Заместитель директора департамента охраны здоровья Харьковского городского совета Головина Елена Алексеевна. Заместитель директора департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета Кобзарьяна Александровна. Директор юридического департамента Харьковского городского совета Коваленко Владимир Викторович. Глава администрации Дзержинского района Харьковского городского совета Котковский Владимир Романович. Директор департамента контроля Харьковского городского совета Артикуленко Алексей Викторович. Заместитель директора департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета Мусиенко Яков Ардольдович Начальник отдела бухгалтерского учета главный бухгалтер Харьковского городского совета Нагорная Ирина Меркурьева Директор департамента информационного компьютерно-технического обеспечения Харьковского городского совета Фетисенко Александр Анатольевич Директор департамента спортивных имиджевых проектов и маркетинга Харьковского городского совета Чубаров Алексей Сергеевич Директор департамента земельных отношений Харьковского городского совета Боронин Борис Иванович, заместитель директора департамента земельных отношений Харьковского городского совета Богатский Виталий Владимирович, директор департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета Чумаков Владимир Николаевич. То есть соответствующая вся информация в этих таблицах есть по объектам и по корпоративным правам, которые были выявлены. Еще раз, мы не утверждаем, что эти люди скрыли что-то в своих декларациях. Мы не правоохранительные органы, мы не уполномочены делать таких заявлений. Точно так же мы не можем со всей стопроцентной уверенностью говорить, что это конкретно имущество, оно принадлежит этим людям, но его нет в декларации. Мы всего лишь говорим, что есть несоответствие между тем, что указано в декларациях и тем, что указано в открытых государственных реестрах. После чего есть государственные органы профильные, которые должны в этой ситуации разобраться. И поэтому по каждому из людей, по каждому из тех, о ком мы сказали, мы передаем соответствующее заявление, как я уже говорил, в три органа. И к этому заявлению мы прилагаем соответствующие распечатки из государственных реестрах. Для того, чтобы фискальная служба, как она отвечала до этого на наши запросы, мы ничего вам сказать не можем, потому что результаты проверки, которую мы не проводили, не дали нам никакого ответа. Ну вот где-то так они отвечают. Поэтому сейчас мы полностью предоставляем по всем полный пакет документов и будем ждать ответа. И нам самим будет интересно узнать, есть ли на самом деле эти несоответствия, почему они возникли и как так случилось. И я бы дальше хотел передать слово Дмитрию Булаху, который возможно более подробно расскажет о персонале. Да, ну, добрый день. Спасибо. Собственно, Игорь уже много что сказал. Я единственное, что добавлю, что все 18 персон, которые он упомянул, у них разные расхождения. Это расхождение указано, это и недвижимость, всяческое имущество, либо же это корпоративные права. Это имеется в виду фирмы, в которых они числятся совладельцами. Собственно, могу более детально рассказать по каждой персоне. Например, самые большие расхождения у нас найдены, по нашей оценке, это у Букреевой, у которой не задекларирована площадь, нежилое помещение площадью больше 2000 квадратных метров. Приобретено, если я не ошибаюсь, в 2013 году, и оно не указано. Что касается корпоративных прав, тут, по-моему, рекордсмен у нас, Мусиенко, который не указывает тоже значительные корпоративные права на значительные суммы. Чтобы не быть обвиненным в некой предвзятости, мы занимаемся не только чиновниками городского совета, мы в наших планах и в разработке уже чиновники областной государственной администрации. Как вы, может, видели, мы публиковали тоже ряд расхождений у Нарчака, у Черняка и так далее. То есть мы планируем подобную же работу провести и с чиновниками Харьковской областной государственной администрации. Ну, собственно, не знаем вопроса, наверное, да? Ну, я еще, если можно, добавлю. Сейчас мы проанализировали комплексно. Вот 115 человек в декларации – это чиновники городского совета. После этого мы сейчас закончили эту работу везде, направили соответствующие обращения. И с января мы начинаем точно такой же масштабный проект по декларациям всех чиновников Харьковской областной государственной администрации и чиновникам районных государственных администраций. То есть мы точно так же проверим огромное количество людей на выявление совпадений и соответствии всего остального. И в дополнение, опять же, к тому, что было сказано, дело в том, что если от городского совета мы так или иначе получаем определенную реакцию на наши публикации по поводу несоответствия, ну, к примеру, одна из первых публикаций нашего центра, она касалась несоответствий, выявленных в декларации Якова Арнольдовича Мусиенко. Так вот, на сегодняшний день на сайте городского совета появилась новая декларация, так называемая уточненная, якобы Арнольдовича Мусиенко, в которой уже указаны те корпоративные права, на которые мы обращали внимание, которые не были указаны в предыдущих декларациях. Кроме того, есть так или иначе какая-либо реакция, в том числе от заместителя городского головы Попова, по поводу несоответствия в его декларациях на сумму 6 миллионов. Скажем так, мы видим, что какая-то реакция есть, нравится она там, не нравится, та ли на которую мы рассчитывали не та, но, скажем так, мы понимаем, что эта информация, во всяком случае, она воспринимается. То если мы говорим о Харьковской областной государственной администрации, на сегодняшний день, несмотря на обращения в соцсетях, несмотря на публикации в СМИ, никакого, ни одного ответа, ни одной реакции на те обращения, которые мы писали, на сегодняшний день этого нет. Поэтому мы с удовольствием приступим и будем сами анализировать, после того, как мы закончили с чиновниками Харьковского городского совета, мы с удовольствием займемся Харьковской областной государственной администрацией. И второй момент, который хотелось сказать, что на самом деле нам очень приятно, что многие общественные организации, многие активисты подключились к этому процессу и самостоятельно делали сопоставления, присылали нам на электронную почту, предоставляли информацию об имуществе, в частности, вот та информация, которая у нас есть директоре Департамента дорожного строительства господине Чумакове, это в том числе собрано при помощи активистов общественной организации «Автомайдан Харьков». Поэтому мы точно так же сейчас, когда будем заниматься по областной государственной администрации, приглашаем представителей разных общественных организаций присоединяться и помогать. Спасибо. А какие-то вопросы, пожалуйста. Объясню, что мы ждем. От налоговой службы мы ждем подтверждения или опровержения этой информации. То есть, в принципе, налоговая служба после того, как получит нашу информацию, после того, как сопоставит ее с декларацией, должна установить, собственно говоря, тот ли этот человек или не тот. С учетом того, что у налоговой службы возможности доступа к реестрам и выявления информации, с учетом возможности использования идентификационных кодов и так далее, намного больше, чем у нас, они могут это установить. После чего налоговая служба, опять же, должна передать эти документы в соответствующие правоохранительные органы. Что должны сделать правоохранительные органы? Ну, правоохранительные органы, как минимум, должны опросить этих людей для установления, почему возникла такая, ну, скажем так, нестыковка в декларации. Да, ведь очень часто могут быть такие ситуации, знаете, раньше была приватизация. Когда на человека, когда он еще был ребенком, родители приватизировали определенную часть объекта какого-то там недвижимости. И человек, в принципе, мог забыть о том, что на него 10 лет назад что-то приватизировали, потому что это, условно говоря, там, квартира родителей, где живут родители, и он даже не знает о том, что у него есть такая часть, да. Но, соответственно, правоохранительные органы по каждому конкретному случаю должны установить, почему возникло вот это вот несоответствие. И, скажем так, чем руководствовался человек, когда заполнял декларацию. То есть мы вот этого вот ждем по каждому. Человек может сказать, да я просто забыл, там, не знаю, не помню, не мое. То есть, но по каждому факту надо разбираться, почему. Потому что с этого начинается, на самом деле, борьба с коррупцией. Тем более мы видим, что на самом деле, если мы сопоставим директоров департаментов, допустим, тех, которые указаны у нас тут таблицы, с теми департаментами, которые вызывают больше всего вопросов, и которые чаще всего связаны с какими-либо коррупционными там схемами или публикациями СМИ в отношении коррупции, то мы увидим, что, ну, немного похоже. Поэтому просто так вопросов на ровном месте никому быть не может. Есть факты, их должны проверить, как минимум, вот таким вот образом. Еще бы уточнение, если вы позволите. Как раз именно по тем корпоративным правам, которые указаны. Анализировали ли вы эти фирмы? Они соответствуют, скажем, тому направлению департаментов, которые занимаются чиновниками? И, если вы видите, отдельные корпоративные права достаточно невелики. Могут ли это быть фирмы-прокладки, которые используются в департаментах? Невелики имеются в виду по установу фонда? Да, по размеру. Но это же нужно смотреть не по ВНЕСКу, а по процентовке. Потому что можно внести 100 гривен, но это будет 50% установа фонда. Да, я это понимаю, но не анализировали ли, если там не много вкладки, и насколько деятельность этих фирм соответствует деятельности указанных департаментов? Да, я отвечу частично, во всяком случае, на ваш вопрос. Частично, например, у Чумакова и Боронина они соответствуют профилю деятельности. То есть у Боронина, это фирма, которая занимается консалтингом в сфере оказания искусств недвижимости, он занимается земельными отношениями, как известно, в городском совете у Чумакова. Это департамент строительства и дорожного хозяйства. У него фирма, которая занимает, например, Вененское ремонтно-строительное управление. Он занимается строительством непосредственно. Прокладок, к сожалению или к счастью, мы не нашли или не видели. Но вот по этим людям мы точно можем сказать, что они профильно занимаются, как раз тем, той деятельностью, которую они будут исполнять в Чумакова. И последнее, вот учнение, у меня, если позволите, по недвижимости тоже. Если какой-то анализ или какие-то общие данные, когда эта недвижимость проявлена? Действительно ли это квартиры, которые люди вводили уже 20-30 лет назад? Либо эти квартиры появились или на эти земельные участки, когда они уже были решены? Опять-таки, да, я отвечу частично. Могу сказать, что они с 2010 года, вообще открытый реестр собственности, недвижимости, он активно наполняется с 2011 года. Там есть старые объекты, но в основном там объекты, начиная с 2011 года. Точно помню, что в Букреево приобретено нежилое помещение в 2013 году. Это я точно помню. Ну, как-то не запомнилось, я просто лично проверял. И, честно говоря, больше никого не помню по годам, но именно конкретно по датам. Но в основном это квартиры приобретенные с 2011 года. И еще по недвижимости, если дополнить, опять же, каким образом? Дело в том, что реестр на сегодняшний день, он показывает, поиск идет по фамилии, имени, отчеству. Соответственно, по фамилии, имени, отчеству мы отбрасываем те объекты, которые мы понимаем, ну, что с этим человеком могут быть не связаны. Дальше мы пытаемся какую-то сделать максимальную подвязку человека к соответствующему объекту, для того, чтобы установить, что это он. То ли это упоминание в СМИ, то ли еще что-то. И, соответственно, опять же, не все объекты есть в этом реестре. Точно так же, как не всегда информация из этого объекта соответствует той информации, которая есть на самом деле. Но я приведу пример, который был у меня на сессии городского совета, когда озвучивалась информация по несоответствию в декларации Водовозова. В реестре записан объект недвижимости, зарегистрированный за ним. И действительно, все по реестру есть. Но подходит он после заседания сессии и говорит, что этот объект недвижимости я продал еще в таком-то году. И у меня есть документы, договор, которые я готов предоставить. Ну, как бы договор на сегодняшний день пока я не видел, но человек говорит, что вот в реестре ошибка. Поэтому еще раз, наша задача дать эту информацию, чтобы она была проверена. Задача налогового органа это проверить и дать нам ответ, что вот такой-то объект недвижимости, да, действительно зарегистрирован. И самое главное, что если мы берем по квартирам, то это очень часто, мы можем проанализировать таблицу, это очень часто там одна вторая часть, две третьих, три четвертых части в жилых квартирах. Если брать там, допустим, ситуацию с той же Букреевой, то мы видим, что тут большое помещение площадью более чем 2000 квадратных метров, не жилое. Соответственно, это помещение, которое может использоваться или, скорее всего, используется в каких-то определенных бизнес-целях. Если не указывается это помещение в декларации, соответственно, те доходы, которые человек получает от этого помещения, они тоже, скорее всего, никоим образом не указываются. И вот тут как раз уже задача для правоохранительного органа разбираться, почему так происходит. Да, я хотел бы еще дополнить еще одну деталь. На самом деле есть имущество, которое задекларировано, но в процессе проверки я обнаружил, что оно не приобретено, не куплено, а на основании решения суда приобретено. То есть право собственности приобретено на основании решения суда. И, найдя решение суда в судовом реестре, иногда обнаруживаешь забавные вещи, что, например, ну, пока не будем оглашать, мы позже огласим, это отдельная история. Например, один чиновник, приобретая собственность через решение суда, просто подал в суд на... у него недвижимость была в аренде, он подал в суд на то, чтобы, так как он что-то пристроил, чтобы это было его собственностью, и городской совет не протестовал на свеже. Вот, и как бы так вот приобретено решение новости, приобретена собственность. То есть там таких ряд решений есть, но это отдельная история. Нет, это уже следующая серия работы с этим связаном. Самострои узаконенные фактически через, ну, это тоже элемент коррупции, когда ты, у тебя конфликт интересов, это сам элемент городской власти, и городская власть не протестует... Нет, у края, получается, ты не делал конект, ты не согласовывал это все... Ну, скорее всего, вот так, мы не знаем, как точно. Еще вопросы? Есть еще вопросы? У меня вот такой вопрос. Вы сейчас предложили схему, как это должно работать. Вы представили данные, дальше должны ответить от этой структуры. Но, сомневая ситуация, если структуры не реагируют, какие ваши действия, если... Ну, именно по этой причине мы находимся здесь и пригласили средства массовой информации. Мы благодарим за то, что пришли. Основной инструмент, который на сегодняшний день все-таки оказывает большое влияние на чиновников и на нынешнюю власть, это огласие. И поэтому наша основная цель, как общественной организации, это доносить до граждан, до харьковчан, до общественности вот ту информацию, которая у нас есть. Ну, и в первую очередь научить людей самих пользоваться этими реестрами и выявлять того или иного чиновника на фактор коррупции, либо коррупционных каких-то схем. Второе, то, что мы ожидаем, мы все-таки думаем, что эти органы будут реагировать и подчиняться законам. Я думаю, что если они все-таки никак не отреагируют и вообще не будет никакой реакции со стороны физкальной службы и правоохранительных органов, то мы, скорее всего, будем обращаться уже в вышестоящие органы. Да, я хотел добавить еще, что это не последний... И даже по этим людям, которые, собственно, 18, это не последняя наша... Ну, некая точка, по которой мы работаем. Дальше в планах у нас и по городскому совету, и по областной администрации это выявление фактического имущественного состояния. То есть, имеется в виду человека, может быть, задекларировано в правильной декларации 60 квадратных метров квартира, а живет он в доме площадью 500, оформленным, например, на племянницу, грубо говоря, или на бабушку. Мы планируем дальше этим заниматься и уже говорить о фактическое. Ну, то есть, где человек живет, на чем он ездит и так далее. Несмотря, там, есть всяческие несовпадения уже и сейчас в декларациях, но я думаю, что дальше это будет уже как более такая уже, скажем, детективная деятельность. А почему, может, стоило бы начать с правоохранительных органов, которые совершают всякие решения и действия, скажем, как разобраться, лучше вы можете начать с сунги прокурора, а потом вы будете заняться, соответственно, департаментом национального проекта. Потому что они, получается, решение принимает они, как вы пишете, я скажу так, абсолютно логично и хорошее предложение. Мы, безусловно, будем заниматься. Я объясню, почему, с чем вызвано именно то, что мы начали с городского совета, да, из чиновников городского совета. Потому что по распоряжению Геннадия Кернеса начата была иллюстрационная проверка, так называемая. Да, то есть, как бы сейчас в самом городском совете проходит проверка всех этих чиновников. Есть соответствующее распоряжение. И вот наша деятельность, это как общественная иллюстрация. То есть, мы хотим эту информацию предоставить, и чтобы горсовет или учел ее, или тоже проверил, или что-то ответил. То есть, именно поэтому мы начали с городского совета. Но по поводу работников правоохранительных органов, по поводу работников судов, абсолютно справедливое, как бы, замечание, что этим тоже надо заниматься. И мы с удовольствием, я думаю, что постепенно начнем отрабатывать суд за судом, прокуратуру за прокуратурой. На самом деле, если брать прокуратуру, то тут, опять же, очень тяжело ее отрабатывать, потому что у нас каждый день меняются, происходят кадровые назначения. Да, вот сейчас уже сформирован новый состав прокуратуры при новом количестве, при новом распределении и так далее. Я думаю, что уже имеет смысл проверять вот этих вот новоназначенных прокуроров. Правильно? Поэтому мы с удовольствием этим займемся. Спасибо, еще вопросы есть. Есть в планах, я не знаю, по центру каких-то дел и подачи новосуды на антикоммунционную геологию? Думаете, работать с ними? И не взяли, то есть, это все, как бы, куда подать? Ну, мы планируем сотрудничать со всеми, и правоохранительными органами, и общественными организациями. Я думаю, что как только запустится в полном режиме работа антикоррупционного бюро... Ну, запустилась, да. Ну, запустилась, но еще, как бы, вот первые дела еще не были облашены, да. То есть, они сейчас взяли какой-то объем справ в обработку, и как только мы увидим какие-то результаты, то я думаю, что по этим результатам мы будем уже начинять с ними сотрудничать. Но я хочу напомнить, что на сегодняшний день система как таковая, она не меняется. Меняются только лица в этой системе. И поэтому, ну, наша задача, как общественной инициативы, это не давать послабления вот тем изменениям, которые все-таки коренным образом все-таки начались в Украине. И, конечно же, помогать правоохранительным органам и тем людям, которые в этих органах находятся, выявлять вот эти факты. Потому что, ну, я еще раз говорю, что нам намного легче это делать со стороны, наверное, потому что мы не являемся заангажированной структурой, и наша цель все-таки действовать в рамках закона. Спасибо. Адалия, есть еще вопросы? Если нет, спасибо вам, будем выращивать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.